Помоцование культурного фундамента Украины должно стать одним из накерунков развития Беларуси на ближайшую пятигодку. В этом выполнена Людмила Шымбалева, директор картинной галереи Гаурила Вашченки. Она будет представлять интересы сотрудников сферы культуры на 6-м Усебеларуском Сходе. Под обязанностями Володая Ганна Корольчук. С мастерством жизни Людмилы Шымбалевой связана с детства. Она занималась в Театре юного глядача Палаца культуры Чигуночников. Там же працавала после университета. В 2006 году Людмила Шымбалева стала старшим заховальником фонда у картинной галереи Гаурила Вашченки. Прасгод, дякуючи профессионализму, узначалила установу. Таким чином у сферы культуры она працует больше за 20 годов. Тому добра ведая на болелые пытания. Праскультуру наладжуются международные относины и будуются политика. Тому ей треба надавать належную увагу. Сегодня у работников культуры очень низкая заработная плата. Ее, конечно же, надо поднимать. В области 9043 единомышленника, которые работают за идею, а не зарплату. И поэтому, конечно, этот творческий потенциал, этот наш генетический код нации надо, конечно, совершенствовать. Я бы хотела сказать сегодня, поднимать такой очень важный один вопрос и проблему, как предмет отечественная мировая художественная культура. Посмотрите, ведь в системе образования всего 45 минут. И дается он только шестого класса. На протягу опущенных трех годов картинная галерея Гаврила Ващенко становится лепшей установой культуры Гомеля. За год тут проходит больше за 40 мероприемств, которые наведывают около 50 тысяч человек. И говорит идея не только об экспозициях ведомых мастаков. Тут дают шанс молодым и потребляют починающих майстров. Людмила Михайловна Шимбалева – это тот человек, который дает очень хороший старт для выпускников Гомельского художественного колледжа. Ежегодно 1 сентября на базе галереи Ващенко открывается выставка творческих работ, дипломников. И в этом году это было не исключение. У нас есть огромное количество каких-то совместных проектов, среди которых проведение мастер-классов, проведение каких-то совместных выставок в рамках праздников, организуемых в городе. И, в принципе, Людмила Михайловна – это, наверное, тот человек, который продвигает творчество современной молодежи на территории Республики Беларусь. У 2020-м Людмила Шимбалева была удостоена гоноровой узнагороды – медаля Франциска Скарыны. У 2017-м годе и она была признана женщиной Года Беларуси у номинации «Духовность и культура». До речи, громадская деятельность завсюду была важной частью ее життя. Людмила Шимбалева так само узначальвает Центральную районную организацию Гомеля Беларусского союза Жанчин.